Это вообще кошмар, бессовестный, нахал, а вам поправлено! С квартирой, с ипотечной как бы. С квартирой вы ипотечной, но у вас другое жилье есть какое-то? Нет. По идее, по Конституции Российской Федерации, мы сколько пытались уже взыскание наложить на жилье, единственное жилье не подлежит взысканию. И в принципе банкрот может жить в этом жилье. Да что ты, черт побери, такое несешь? Завели уголовное дело, то он меня выгнал из кабинета. Ну, во-первых, самое интересное, Мартаков сам бывший сотрудник полиции, это первое. Значит, это подтверждается даже из соответствующей статьи, где он фигурирует в форме. У Васильева вроде как бы хорошие дружеские отношения с начальником полиции Бориса Глебска. Да, да, да. Я как бы... Да, они даже фотографировались, они выкладывали ВКонтакте. В этом видео речь пойдет о юристе от Бога. Конечно, это в кавычках. Васильев. Его фамилия. Он состоит в общественной наблюдательной комиссии по Воронежской области. Таких членов в общественной наблюдательной комиссии не должно быть ни при каких обстоятельствах. Мое мнение, он должен быть исключен. Я обращаюсь к правоохранительным органам города Бориса Глебска. Обратите внимание на эту персону. Примите все меры. Вы должны их защищать, а не мы. Почему люди идут к нам за помощью, а не к вам? А знаете почему? Потому что вы почему-то не помогаете, а нужно. Вы те люди, тот орган, в который в первую очередь должны обращаться жители, чтобы вы помогали. Все должны его запомнить, независимо, каким он бизнесом будет заниматься. Юридическим, каким-то другим еще. Все должны прекрасно понимать, что работая с ним, нужно быть осторожным. Нужно быть очень внимательным, но и я бы лично к нему бы не обратился. Это мое мнение. И посмотрев этот сюжет, я думаю, вы со мной его разделите. Поделитесь своей историей. Что у вас случилось, я так понимаю, с Васильевым и Мартаковым здесь два главных героя? Да, я обратилась в ООО «Эксперт», к Васильеву и Мартакову. Официальный договор они со мной не заключали, все было на доверии, потому что я в городе давно работаю, меня никогда никто на деньги и с документами тем более не бросал. Я доверилась и отдала им на честном слове документы и деньги, чтобы они законным способом привели мои документы в порядок. На что меня долго, скажем, оттягивали эту ситуацию. И потом создали конфликтную ситуацию, не отдав документы и деньги, просто меня послали. Мне пришлось обратиться в полицию, завели уголовное дело полтора года назад в мае. В отношении кого? В отношении Мартакова. Но доверенность я писала на ООО «Эксперт», и я полагала, что мои дела должны быть делать ООО «Эксперт», которым является учредителем Васильев. Но почему-то в полиции, во-первых, не рассматривают ООО «Эксперт», хотя там очень легко это доказать, что два кабинета напротив, кто их снимал в аренду и так далее, запрос сделать, на каком основании там сидел Мартаков. Дело до сих пор не рассмотрено, я признана потерпевшей, дела не двигаются вообще. На меня заявление Васильев пишет практически каждую неделю в разные инстанции. Не оставляй меня в покое, тем самым нарушая мои законные права. Мои дела не решаются. То есть фактически Мартаков здесь вас обманул, а Васильев здесь ни при чем, будучи руководителем и учредителем этой компании. Да, да, да. Весь конфликт у нас произошел с Васильевым из-за того, что он не хотел решать законным способом мои дела. Расскажите о суде, на котором он должен был участвовать. Мартаков не явился, представитель ООО «Эксперт» не явился на суд. Мне пришло заказное письмо с уведомлением, что никто не явился на суд, а я была истцом. И в суде было отказано. После этого я стала предъявлять претензии Васильеву, как к руководителю, стала предъявлять претензии, на что он меня выгнал из кабинета и сказал, что мы будем общаться, когда я посчитаю нужным. На мои требования, если вы не хотите довести дело до конца, отдайте хотя бы мои документы, они сказали, что ничего ты не получишь. И мне пришлось написать заявление в полицию. То есть фактически вы ни услуги не получили, ни денег вы лишились. Нет, и документов. А как у суммы идет речь? И документы вообще. Ну, ориентировочно. Ну, сто с лишним. Сто с лишним тысяч, да? Да. Это было как давно? Сколько же. Если мы в мае написали, я ход, наверное, терпела или полтора там. Давно. То есть уже около двух лет вся ситуация прошла? Да, да, да. И никаких действий со стороны полиции, в прокуратуру обращались, в ОСБ. Скажите, вот есть информация о том, что у Мартакова, ну, во-первых, самое интересное, Мартаков сам бывший сотрудник полиции. Да. Это первое. Значит, это подтверждается, даже есть соответствующие статьи, где он фигурирует в форме. А у Васильева вроде как бы хорошие дружеские отношения с начальником полиции Бориса Глебска. Да, 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 да. Я как бы... Да, они даже фотографировались, они выкладывали ВКонтакте, там Бориса Глебский вестник или что-то. То есть идет реклама Васильеву, что он каким-то представителем является по каким-то колониям, ездит и фотографируется с начальником полиции. И все это в интернете, на официальном сайте Бориса Глебска. То есть усматривается, почему не возбуждается в отношении него уголовное дело, в отношении только лишь Мартакова. Я считаю... Я думаю, это, наверное, какие-то коррупционные, возможно, моменты быть, но мы предполагаем. Да. Либо какие-то вот тесные связи. Я считаю, что нужно привлекать Васильева как организатора. Он учредитель, эксперт и так далее. Помещение его, снимал он их в аренду, я так предполагаю. Почему все свалили на Мартакова. Еще такой момент. Есть информация, что много людей пострадало в Борисе Глебске от действий вот этой вот компании. Это правда? Это правда. И, насколько мне известно, многие боятся писать заявление. Да. А с чем это связано, боятся? Потому что то, что у меня знакомая написала, допустим, заявление, тоже движения никаких. Но там небольшая сумма, там документально подтверждено 10 тысяч. Они даже, наверное, не боятся, просто считают, что ничего абсолютно не будет. Да. Наверное, вот еще. Ну, кто-то, может быть, и обаивается каких-то непонятных, да, у них они не были причины. В основном все предприниматели, которые хотят дальше спокойно работать, смотря на меня, как на меня заявление пишут каждую неделю. Он, получается, что если вы написали заявление, он у вас, как на предпринимателя, начинает вам палки в колесо вставлять, пишет заявление всевозможное, регулярное, и до сих пор это продолжается. Да, да. Обалдеть. Мне вот 20 июля приходила налоговая, да. То есть, на протяжении двух лет он пишет постоянное заявление, что вы, там какие-то у вас нарушения есть. Да, 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 да. Ну, это вообще, конечно, никакие ворота. И другие предприниматели боятся. Боятся, да. Потому что на них, ну, понятно, и, как говорится, до любого можно и доколебаться. Да, да. Да, вот поэтому, ну, да, это удивительный человек. И сам Васильев это делает. Да. Он заявитель? Да. Вот он что. Ну, так непорядочно поступать. Ну, что делать? Я одинокая женщина. Я понял. С двумя детьми. Скажите, вам есть еще что добавить по этой ситуации? Я надеюсь, что это все разрешится, и что Васильева привлекут. К уголовной ответственности? Да, к уголовной ответственности. Но вы знаете, что он всячески пытается отмазаться? У эксперт собирается закрыться, готовит на это документы. Мне вот эта непонятная ситуация. Ну, то есть они прекратят, хотят ликвидацию. А может быть, уже ликвидировались. Может быть, даже ликвидировались. Я не знаю. Но это было заявлено официально на суде. А что за суд был? А я была там свидетелем. Меня пригласили просто рассказать свою историю. А суд в отношении по поводу чего был? Я не знаю. Вас просто как свидетелем вы рассказали? Я и ушла, да. А реакция Васильева там какая-то была? Да, у него руки тряслись и голова. Ему было очень страшно, что я пришла. Но, видимо, сейчас не страшно, потому что у него друг-то кто? Ну, да. Сами знаете. Начальник полиции Бориса Глебская. Тем более фотографии выкладывает в открытом доступе в Борисоглебском вестнике. Или я не знаю, как он. Борисоглебский вестник. Какие-то новости. Борисоглебский вестник. Вот он, вот он. Это он, да? Да, да. Это он. Ну давайте, мне нужен телефон. Так, все. Первая, вторая, там третья дверь будет. И там будет написано «юридические услуги». Смотри, Тань, вот этот вот телефон. Вот смотри, где камера, да. Вот видишь, вот. Соответственно, вот так, в таком положении снимает горизонтально. А ты пригнись там, чтобы он тебя не узнал. Так, ну что, не идти. Ты только не... Ты типа его не знаешь, поняла, да? Тяжелый, кажется. Пушку, разоткрою. Погромче. Деньги мне, верните, я сказала. Деньги мне, верните, я сказала. Верните мне деньги. Я вам отдала 10 тысяч. Провка, неспособность. Почему вы мне неспособность? Провка, неспособность. Я с кем работаю, я даже не знаю, с кем я работаю. Не надо меня погонять. Нет, это вообще бессовестно. Это 10 тысяч. Взял их вообще, я вызываю полицию. Это вы, я здесь. Я вызываю полицию. Давайте, все, все равно, все только приезжайте. Это вообще кошмар. Бессовестный нахал. А папа брал, блядь, и теперь меня выкидывает. Я вам говорю, с кабинета. Я вышла, это не ваш кабинет. Я здесь, я здесь. Это не ваш кабинет. А вот дома вы будете заниматься. Это вообще кошмар. Я посмотрю, вытолкну его. А что у вас случилось? Семь, нельзя, не работайте. Я забери. Она в прошлый раз сказала, не заходи, уже месяц. Да. Регонка и мобильница. Что за полки, Ана? И, конечно, тут она с кем-то тут работала. Какая тетенька, моя мат обругается, я смотрю. Тетя, ну вообще, хорошо. Так, я хоть куда туда попала, да? Да, да, да. Татьяна, я звонила, короче. Смотрите, какая ситуация у меня. Это 20. Здравствуйте. Смотрите, какая у меня ситуация. Значит, у меня сумма долга. Ну, я могу прям посчитать, открыть телефон и посчитать ее. То есть, у меня получается, ипотека, там осталось 600 тысяч. Вот, потом, значит, автокредит на машины на Митсубиси, где-то осталось там 500 там с копейками, что ли. Так, ну давай сейчас запишем. Блин, ну я могу, знаете, прям продиктовать вам. У меня есть этот самый телефон. Так, смотрим. Так, так, так. Так, так, так. Так, принесите, принесите, запишем. Журнал, где посещение. Так, значит, автокредит, теньков, автокредитование 720 тысяч. Теньков, авто. Так, альфа-бар? Еще раз, сколько я не сперю писать? 720. Ага. Ипотеки 600 осталось. Было сколько изначально? Ну, на скидку, то есть, мы пока сейчас не отпишем. Ну, сейчас я просто вернусь. Ну, прям четко, где-то там миллион семьсот было. Ну, до миллиона семьсот. Да. Было миллион семьсот тысяч. Да. Так, значит, альфа-банк 300 тысяч. Это просто потребительские сберкарта. 300 тысяч из них сколько осталось у вас? Или так вы их еще не гасили не начинали? Нет, остаток 300 тысяч. Это потребительский кредит. Сберкарта полностью. Сбербанк. Сбербанк именно 300 тысяч, она пустая. Карта, карта. Сбербанк, карта 150. Еще другая карта, Сбербанк. Да, это две карты. Альфа-банк 220. Сейчас. Это тоже карта. Это 150, альфа. 220. Альфа-банк 220. Альфа-банк 50 тысяч. Это альфа чего бы... Смотрите, два альфа-банка, также две карты. Там просто лимит на одном 220, на пустая, и лимит на 50. Один ставим, номер два. Это сколько? 50? 50 просто, да. Тинькофф All Airlines 150 тысяч. И вот сейчас, смотрите, где-то я сначала апреля не плачу. Как All Airlines? Ну да, как коронавирус случился, естественно. Еще что у нас. Так, ну все, смотрите, что можно сделать. По ипотеке, в принципе, вы миллион сто выплатили. Квартира у вас где находится и... Варанижи. Однушка, двушка за эти деньги. Две. Двухкомнатная. Автокредит, сколько вы выплатили? Ну... Это вот этот автомобиль, да, я так понял? Да, но сколько выплатила? Нет, не выплатила половину. У меня 700 с копейками там долг. Ну где-то я, может, 1400 выплатила. 400 выплачено. 400 с копейками. Так, 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 так. Двухкомнатная. Значит, смотрите. Но автомобиль, естественно, просто так его сохранить не получится. Потому что он идет у вас в залоге. Или вы без залога во фону ПТС не сдавали? Как? Ну это Тинькофф автокредитование. Они же, извините, ПТС забрали, естественно. Я брала во фреш-авто. Есть два варианта. Фреш-авто, не фреш-авто. Первый вариант есть там. ТПС-прешно-остановленники. Скорее всего, в базе ГАИ не будет отражено. Можно продать его, перевести на третьих лицах на полных. Значит, долг повесен чисто за вами. Они будут честным приобретателем. Это мы докажем, если что-то. Такое у нас часто бывает. Люди же через третьи руки покупают автомобиль уже. Оказывается, что он первоначально был в кредит, и никто не платит кредит. Вот, это непосредственно вырисали еще что-то с портретом. Вот сейчас все записывают, наш телефон на столе. У меня их трехотеки все выложили. А куда я их спрячу? Видите, мне надо положить его не ку. Я могу еще три положить. Видите, они не пишут. Вы что думаете, я вас пишу? А почему вы боитесь? Мы не боимся. Я к вам пришла первый раз. Я вообще-то из Воронежа приехала. А вот этот вот идиотка за месяц уже достал просто окончательно. Я сейчас надо уточнять суд сдавать. Пришла, ходит она, они инвалиды. Вот здесь вот у нас напротив люди работали. Она к ним ходила. Они ее кинули там что-то на 27 тысяч, вот она ходит, а люди думают, что мы вместе работаем. Они в Воронеже давно съехали, работают. Были не юристы, а просто я по банкротствам там занималась. И вот она, конечно же, проехала. Ну, сколько вообще мне станет? Потому что в Воронеже, я там спрашивала, там, конечно, ценники космические. Не, ну, смотрите, опять, как космические ценники. Допустим, вот в Воронеже, может, самим воронежцам, им чуть полегче. На электричку сели и в робитраж поехали. Там около, идет у нас 5-7 этих заседаний минимум. Два из них, это три основных идут. Установление у вас банкротства, подача документов, предварительное заседание. Основное заседание, признание у вас не дееспособным, не способным платить. Вот, и дальше идут промежуточных, там, штук 5 заседаний. Это будут выявлять ваше имущество, а не заседание не особо-то о чем. Ну, комплексный управляющий будет каждый раз докладывать, что-то он нашел, либо не нашел. Судья заново прикладывается, там порядка 5-7 заседаний будет. В течение полугода это все длится. Это признание у вас банкротным, я еще раз скажу. Вот, работа с чего складывается? Туда, с Борисолепс, когда местные обращаются, идет там конкурсный управляющий порядка 30-35 тысяч. Это насчет суда переводится, это не мне даже деньги. Вот, значит, публикация в газете воронежской. 9 тысяч в среднем стоит публикация, на месяц публикуется. Это когда либо фирма закрывается, публикуется, либо ИПЕ закрывается, либо банкротится лицо. Об этом идет общественная публикация, чтобы люди могли предъявить свои претензии. А в какой воронежской газете? Ну, Коммерсант там их уже не говорили. А, ну, я поняла. Да. Так, это получается 35-45 тысяч. Да, ну, где-то сколько? Да, плюс нам вот отсюда ездить, вот эти вот все заседания. У меня, допустим, вот Борисолепское заседание стоит 10 тысяч рублей. Выезжая в Грибановку или Поворино, уже идет двойной тариф. Хоть в Воронеж, хоть куда двойной тариф. 20 тысяч плюс бензин у меня 4 тысячи выходит. 24 тысячи заседания выходит. А сколько таких заседаний? Ну, я говорю, вот 5-6 заседаний. Вот я могу даже сейчас катать, я их похоже открыть. А у меня, подождите, а у меня будет где арбитраж? В Воронеже? В Воронеже, да. То есть, не важно даже, а если я к родителям сюда пропишусь? А, без разницы, Борисолепский ездит в Воронеже. Это арбитраж рассматривает банкротство. А, вон оно что. Независимо от колхоза. Ладно, хорошо. Вы можете прописаться в Орловский арбитраж мы будем ездить или в Пензу. А, ну, вон, как я поняла. Так, а сейчас я прикидываю, да, по деньгам. А вообще, а услуги? Порядка 200 тысяч рублей это все это выходит. Из них почти половина практически это расходы. То есть, остается за работу 100 тысяч рублей, грубо говоря. У меня на каждое заседание будет выходить, а на каждую работу по десятки. Что я в Борисолепске работаю. Но пыжится, я буду в Воронеж ездить. А за услуги я вам еще плачу? Нет, тогда ничего не должно. Вот это 200, это как раз входит моя работа. 200. Написание иска, общение с комплексом. И плюс ваши разъезды, правильно? Да, мой бензин туда входит в эту стоимость. То есть, я же оплачу вот эти воспошлины все оплачу, в этих 200 тысяч. То есть, я плачу вам 200 тысяч и я ни за что не... Ничего не должно, да. Ладно, хорошо. Что будет с машиной, с моей кредитной сначала? С машиной два варианта. Если вы сами боитесь, вы можете сделать на меня доверенность. Нотариальную. И я, допустим, ее продам вашим родственникам в лице вас. Да что ты, черт побери, такое несешь? Третьему лицу. То есть, в принципе, даже я сама могу ее продать? Да, вы можете сами ее продать, да. Но нужно, конечно, пробить, что она на нее обременеет никаких банков. А мне вот сказали, мой арбитражник, ой, извините, мне... Какой у вас арбитражник? Мой арбитражник называется компания. Мой арбитраж, мой арбитражник, ну как она там называется? Ну, в Воронеже, в общем, компания она заставит. Они сказали, что ни в коем случае не продавайте автомобиль, иначе, ну, что-то там его как-то там, ну, в общем, вернут или что-то там оспорят, или что-то... Правильно, в этниевых интересах. Потому что, смотрите, в чем заключается работа конкурсного управляющего, который он назначает в суд. Это лицо, как прокурор, которого обвиняется в чем-то. Разыскивает ваше имущество, взыскания накладывает, аресты на все на вас накладывает. Он вам не друг, арбитражный управляющий, вот этот конкурсный управляющий. Вот название вы назвали, это примерно стоишь контор, скорее всего. И, значит, в его интересах, чем больше вашего имущества, тем лучше. Еще такое часто бывает, вот кого мы арендуем, он бывший конкурсный управляющий тоже. Мужик, ну, уже все лет перестал уже этим заниматься. И вот, когда он тут занимался, сколько я тут сижу, были такие фразы по телефону. Я сейчас на УБП областную на тебя, на травлю, вези полтос сюда. То есть он находит вот это какое-то имущество и вымогает деньги. То есть вам, скорее всего, также конкурсный управляющий будет предлагать. Хотите машину сохранить, стоит она полтора миллиона, ну, 300 занеси, и мы, типа, пока пропустим. Но она подлежит, в любом случае, взысканию. Это ненадолго. И вернется все к тому же, что можно продать до обращения в суд. О чем я вам и говорил. Что будет также незаконно, потому что судья вынесет определение с момента признания вас банкротом. И после этого все сделки ваши будут ничтожены. Если вы продадите даже в законном порядке, обременения в ГАИ нет, вы продаете. Но эта сделка будет автоматически отменена, потому что уже определением суда арбитражного эти сделки признаны недействительными, ничтожными. То есть вы уже банкрот, вы не имеете права продавать ничего, за вас решает ваша мама, которого зовут конкурсный управляющий. А вот до этого момента, вот сейчас можно ее продать третьему лицу, если у вас нет обременения. Нет, нет обременения. Обременения нет. Подождите, ну как нет обременения, она же в автокреде. Это же обременение. Смотрите, есть два вида банки. Порядочные банки, даже мелкие банки, но порядочные. Берут и вот эти данные скидывают в общий реестр залогов. Но ни вот эти вот Теньковы, ни Сбербанки часто в этих залоговых реестр не скидывают, потому что это теневой оборот. Как бы он вроде бы, они бумаги распечатывают, вам кажется, что это официально. На самом деле за многие сделки они налоги не платят, не учитывают их за оборот этих денег. Соответственно, в реестре, скорее всего, не указано. Но этот реестр, который у ДОПСК есть только у нотариусов, у банков, еще там у кого-то, у судов, гаи туда в эти реестры, у них база несовмещенная, они не могут этого проверить. И у них нет права это проверять, и они не заинтересованные лица, они не покупатели. А, ну то есть я продаю. Это можно продать только покупатель. Если он обратится, если в реестре числится, додумается, ну это надо заплатить нотариусу деньги, занять очередь, приехать, если он издалека. Как он у нашего нотариуса будет? Три дня жить, что ли, пока, чтобы посмотреть. ДОПСК в этот реестр гражданских лиц нет. Я сколько пытался пробить? Да что ты, черт побери, такое несешь? Ничего не числится. Автотека пишет туфту полную. Вот, что в залоге, не в залоге, они деньги сдирают, там по 300 рублей, а от полков информации нет. То есть гаи не знают о том, что она у вас заложена или нет, их это не касается. Ну понятно. Слышите? Да, нет, я просто, вы сейчас мне много информации даете, я пытаюсь ее у себя уложить, потому что я слышала одну информацию, да, сейчас слышу другую. Ладно, с этим я разобралась более-менее. А смотрите, у нас у супруга есть инфинити-машина. Она, на супруге нет ни кредитов, ни обременений, ничего. То есть, если я начну банкротиться, никак это не будет, на нем не отобразится. Значит, вам тогда рекомендуется составить брачный контракт на имущество. Потом, по идее, если был бы у вас жигули, то интересного банка нет. Ну, а так, инконкурсные управляющие и юридические отделы банков могут подать в суд на признание вашего инфинити общенажитым имуществом. Одну вторую выделить. Арест наложить на всю машину и выставить ее на торги. Либо муж за вас гасит сумму долга, но он не погасит, потому что туда будет приобщаться вся сумма. Он погасит, вот, инфинити, миллион, 500 ваши доли. Он гасит 500, все равно арест накладывается, потому что нужно вгасить весь долг, там, сколько, миллион, два, три, грубо говоря. И все равно на машину, подожди, а если, подождите, ой, извините, а если, например, там, ну, забрали 50% моих, да, а остальные 50%, может, зачем на нее еще? Она через торги машина тогда будет пропускаться, в любом случае. Понятно. Он просто так погасить не сможет. Хорошо, а с квартирой, с ипотечной, как быть? С квартирой вы ипотечной. У вас другое жилье есть какое-то? Нет. Вот, по идее, по Конституции Российской Федерации, мы сколько пытались уже взыскание наложить на жилье, единственное жилье не подлежит взысканию, и, в принципе, банкрот может жить в этом жилье. Да что ты, черт побери, такое несешь? То есть, меня никто, ну, не... Ну, не то, чтобы никто, но банкротитесь вы сразу на все долги, то есть, нельзя выбрать из пяти, четыре вида долга, а два долга я буду платить. Вы банкротитесь на все, соответственно, вам нужно будет решить с квартирой вопрос. Если у вас, допустим, осталось оплатить 600, а миллион 100 из них оплачено, то лучше провести переговоры с банком и сказать, я эту квартиру не тяну, давайте мы ее выставим на торги, она за месяц, за два продастся, риелторы ее там... А если они не захотят продавать? Ну, никак, я платить отказываюсь. Но я хочу, банк, он может только наложить... Я уже не плачу. Да. Привет, да. Все, скоро будет хорошо. Вот. То есть, банк может наложить только, скажем так, взыскание на часть вашей квартиры. Вот. И в связи с тем, что у него осталось меньше выплаты, то квартира остается за вами, вам будет предложено выплатить. Вот. В принципе, в принципе, но это будет сложный оборот. При банкротстве можно еще будет отдельно признать право собственности за... Но она, в принципе, у вас оформлена, на вас. Банк пускай тогда выходит под... Муж у вас прописан там? Да. У мужа жилья нет никакого? Нет. Ну, а дети есть у вас, конечно, совершенно летние там прописаны? Да, есть. Ну, по идее, квартира, в принципе, тоже может остаться. Либо она... Если ее... Видите, тут риск какой. Если конкурсный управляющий выставит на торги в счет всех задолженностей, признает, что квартира это как бы предмет, который вы взяли в кредит, не как жилье, в котором институции защищено, а как объект, чего вы... Какое-то там вы купили. А как, если это единственное жилье в итоге. Просто рассказывать всякие возможности. Ну, то есть, есть такая... Риск такой есть. Да, вот. Если меня бы они мналили, нашу юридическую компанию, мы бы у вас квартиру пытались бы отобрать по-любому. И мы бы ее пытались признать как не объектом недвижимости, а как будто бы вещью, предметом купившую вы купили ее. Ну, в принципе, у вас там несовершеннолетние, но видите, в чем риск-то? Вот эти вот средства, которые вами погашены, могут их пустить в счет других задолженностей, вот миллион сто. Да, банк скажет, фиг с ним. Мы квартиру забираем, миллион сто и выплачиваем. А выплачивают куда-нибудь вам на счет. А счет тоже под надзором. Ну, то есть риск есть, что я потеряю недвижимость. Ну, нет, вам нужно будет сначала, что нужно? Вам или нас вы намете, или как вы? Вот, а нужно вопрос решить с этим банком. Прям в лоб говорить, мне больше платить нечем. Про другие долги пока ничего не говорите. Вот, либо вы выходите, мы продумаем как, либо их вынуждаем, но они будут с полгода тянуть. Вот, звонки там всякого бельберду. О том, что вы не можете оплатить, и нужно вам произвести расчет. Кто кому что должен, какой у вас долг на сегодняшний день. И так далее. Вот, вам банк должен, мы понимаем, что банк уже не может забрать квартиру, потому что есть гражданский кодекс, который четко гласит, что лицо, оплатившее за жилье более 50%, остается в этом жилье. А тот, кто кредитор, кто не добрал свои деньги, он обязан на вас просто обратиться с общим долгом. То есть нужно нам... Да, да, Зай. Да ничего, ну сейчас я, подожди, я разговариваю. Нет, нет, сейчас, ну подожди, ну подождите меня, подождите. То есть нужно, либо с нашей стороны провокация, мы выходим в суд, либо это, чтобы суд за вами признал этих чисто 600 тысяч, а жилье не смог уже тронуть. А такое возможно? Возможно, да. И как раз эти 600 тысяч пойдут на общее банкротство. Их не надо будет платить. Вот это вот провернуть. То есть машина на третье лицо, и банк спровоцирует на признание за вами долга в 600 тысяч рублей. Не ипотеку, а уже ипотека будет завершена, а будет за вами просто долг. Или мы на расторжение договора, либо они на расторжение договора, надо продумать, как почитать договор, условия каким-то образом, грубо нарушить условия договора, они выходят в суд. Мы доказали, что больше 50% оплачено за квартиру, она стоит за вами. Но, в принципе, что присудит, я буду платить. Решение суда на 600 тысяч рублей, и оно идет в общую массу, а квартире уже разговора не будет о единственном жилье. Так, я поняла. Теперь у меня вопрос. Сколько вообще все это по времени длится, и есть ли у вас рассрочка какая-то? Я же не могу сейчас... Смотрите, то, что квартира касается, это не банкротство, это отдельная процедура в Воронеже будет. А что это за процедура? То есть сначала мы перед банкротством что-то делаем? Да, вы разбираетесь с машиной в ваших интересах, я вас бесплатно проконсультирую, что вам можно сделать, вы сами можете бесплатно сделать. По ипотеке мне нужен будет договор от вас, и продумать, что несколько денечков, как их спровоцировать, либо мы выходим в суд о признании долга, а вопрос о квартире снимаем, закрываем, что квартира стоит за вами как жилье, а у вас просто остается часть долга. Что пиздит эта п*** утка. Ну, Станислав, вы представляете меня перед банком? То есть я пишу вам доверенность или что-то? Да, да, да. И сколько мне это будет стоить хотя бы квартиру? Мне это больше волнует. Смотрите, квартира будет порядка 80 тысяч рублей без бензина. Без бензина, я понимаю. Без бензина, да. Это вся работа, зависимо от всех дополнительных еще заседаний. Будут еще 5 штук, не являются. Бывает, я приехал туда, а сидел в очередь в суде. То есть там бывает назначают 11.30, у них задержка, в 12.30 только запускают. Заходим, разложили документы, все, суд начал сговорить, представители банка не явились. У меня день отработанный. А суд не состоялся. То есть приносится на следующую неделю, образно говоря. Вот эти, которые будут дополнительно вылазить в заседание, и с вас ничего не надо будет. Это будет за мой счет. То есть у нас мы афиксированно договариваемся. Я поняла. Можем договориться поставочно, то есть за каждый процесс. Вам это выйдет дороже, поверите мне, это каждый раз. Ну, я поняла. Хорошо. Мы договорились в Москву, в Подольск. Там сумма договорились, фиксирована. А там еще на 4 заседания. Я за свой счет. Вот ребята оплачивал, в Москву ездили, участвовали уже, потому что мы фиксируем. Даже москвичи обращаются. Да. Спасибо. До свидания. Да, конечно. Как вы поняли, это еще не все. Это не конец истории, а только начало. Продолжение следует. Васильев, держись. Наша Санта-Барбара только начинается. Жди следующей серии. Надо попробовать. Всё, прощ Enterprise. Всё, по-個-ад vamos. Всё, отдаем bokador,